В этом уроке мы будем говорить о температуре цвета. И сразу немного путаницы. Этот термин вы наверняка слышали в курсе физики, а еще он используется художниками, но как-то по-разному. Придется разобраться в этой теме, чтобы не путаться. Когда мы говорили о цветовом круге, то делили цвета на нем на теплые и холодные. Действительно, красные или желтые нам кажутся теплее, чем синий или фиолетовый. Про зеленый сказать сложно, это зависит от оттенка. Хорошо, что эти цвета так собрались. А какие у них еще есть свойства, раз уж про них заговорили? Вот, например, теплые цвета кажутся ближе, чем холодные. Есть объяснение, откуда этот эффект в нашем сознании. Атмосфера имеет голубоватый оттенок. Точнее, она рассеивает солнечное излучение в высокочастотной части спектра. И оттого небо светится голубым холодным светом. Если смотреть вдаль, то мы заметим, что удаленные предметы, то есть те, от которых луч света проходит значительное расстояние через атмосферу, имеют серо-голубое смещение в цвете. Когда вы приближаетесь к этим предметам, то смещение пропадает. Атмосфера как бы подкрашивает удаленные предметы, и мы к этому привыкли. Посмотрите, как это выглядит на пейзажах. Деревья вблизи обычно имеют больше теплых тонов и ярче, чем лес вдали. Впрочем, мне встречались статьи противников утверждения о том, что холодные цвета создают иллюзию удаленности. Как бы то ни было, вы можете взять фотоаппарат и сделать несколько разноплановых пейзажей при хорошей видимости, а потом проанализировать цветовой состав предметов на ближнем плане и на фоне. Желательно только, чтобы там были сравнимые объекты вроде деревьев. Объяснение могло бы быть в оптическом эффекте, который называется хроматическими аберрациями. Кто фотографирует, хорошо знаком с цветными ореолами на контурах объектов, особенно при длиннофокусной съемке. Эффект имеет много общего с экспериментом Ньютона, когда он получал призмы спектр. Луч, попадая в линзу, преломляется, но разные его частоты преломляются по-разному. И получается, что чем выше частота, тем ближе она фокусируется. Непонятно, как фокусироваться, по какому цвету. В фототехнике на этот случай есть ахроматические линзы. Они отчасти исправляют это смещение, правда лишь отчасти. Но глаз обходится лишь одной линзой, хрусталиком. И исправить этот эффект там просто нечему. В следующем уроке мы вернемся к этой теме. Пока же отметим, что наш мозг обычно корректирует изображение, никаких искажений на контурах мы не видим. И даже если бы и не корректировал, то синие объекты оказались бы ближе, чем красные, а не дальше.